Так, он у нас есть. Теперь вот сырый сегодня, дождик был, и надо в сыром лесу разжечь костер. Вот есть у нас береста, но этот способ такой, знают его все, сухая озоначка. Но мы будем делать эвентийские стружки, которые я, в общем-то, уже показывал. Вот тоже сырое. Ну, попробуй доцарапаться до сухого. Вот эти ветки, которые стоят или где-то там висят вниз, они не так промыкают, которые лежат на земле. Которые лежат на земле, они промыкают сильно, и можно с них стружки не добыть. Поэтому мы берем такие, которые стоячие. Если стоящая лесинка, по ней все равно сливается дождь, и как по крыше. Вот сырая. Но нам деваться некуда. Будем страдать. Вот эта сторона вроде шоколадная. Я еще тороплюсь, чтобы был фильм компактный. Так, это вот стружки. И еще одна маленькая хитрость. Вот сухая. Эту мы попробуем так стругануть. Так, стружки у нас есть. Холим таким методом. Еще берем вот веточку листвянки. Она, кстати, была под дождем. Но хвойные деревья, у них сучки очень смолистые. И мы сейчас с этого сучка тоже добудем рыжишку. Вот она внутри сухая. Вот этой смолистой веточкой практически можно в любой дождь расшечь. Вот, даже стружку не делает. Ее надо топором. Мочалить вот так. Размочалить, потом будешь. Вот так. Так, спички, спички. Спички в тайге я всегда ношу обязательно в целлофане. Сейчас я еще мне, брат, подарил вот такие спички ветровые и вот такую мощную зажигалку. Она тоже зажгется, но я попробую, как обычно, простыми спичками. Спички я по старому своему опыту, раньше не было целлофана, мы заворачивали обычно в чайную. Чай был в таких золотинках, и мы заворачивали вот в эти золотинки, чтобы не промокло. Потому что золотинка, она не дает промокнуть от пота или если дождь. Один раз брат Виктор, кто не узнает, он провалился под лед, вот совсем. Еле выкарабкался. И хорошо, что у него спички были завернуты в золотинку и в целлофан и заложены за шапку сюда. Как будто на всякий случай он знал, что провалится. Ну все, приступаем. Вот сейчас мы попробуем разжечь вот эти смолистые. Вот она, смолистая. Вот она загорелась. Ну-ка, стружки. Стружки тоже загорелись. Значит, будем стружки зажигать. Со съемкой я просто еще дергаюсь и тороплюсь. Обычно это делается спокойно, на размере. Сейчас комаров разгоним. Заворачиваем. Снова в целлофан прячем. Мой старый добрый нож, который еще, когда я был православиком. Вот эта стояла сухая, это был столб. Вот сухой в лесу. Если лисина стоит, этот, конечно, он гниловатый уже, но все равно мы сейчас от него настражаем стружек на костер. Вот, когда он стоит, он точно так же сухой. Вот он сухой. Видишь, Женя? Любой пель, лисина сухая, и уже можно от него добывать вот эти сухие, разводить костер. Обычно разжигаешь эти тоненькие веточки. Ну, сейчас они сырые. И мы будем разжигать вот эти. Плотно сильно не ложим, чтобы был подход воздуха. Делаем так, шалашиком. Вот самое хорошо, костер, это шалашиком. Он возьмет все шалашиком эти палочки вверх, и они вверх будут быстро браться. Вот тут можем положить. Вот смолистые листвянки, они сырые, но они сырые только вот кора. А там уже смола не дает сыреть. И поэтому тоже не какую-то там ольху, осину, которая впитывает себя сильно влагу. А вот эти смолистые, если есть, конечно, такая возможность. Если нет, то свиновые эти, эти сыроватые, а нет. Ну, береза, она, когда в коре, она не годится. Она там запрелая, и она практически, ей не разожгешь. Но, когда есть огонь, ее можно ложить. Особенно, когда сейчас тут комары, чтобы она дырила. Ну что, горит костер? Горит. Ты знал такой способ? Да, я в деревне вырос, знал. А? Знал, конечно. В деревне жил, да. Ну вот. Стружки ты знал? Это знал так. Таган теперь можно двигать. Ставить чай. Чуть авария не случилась. Сейчас сходим за водой и поставим, и попьем чай. Ну все, Женя, вот еще один прием. Разжигать костер во время дождя можно разжигать. И когда все вокруг мокро. Буквально все мокро, мы разожгли. Не боимся мы, что здесь загорится трава, потому что она мешка. Ну все, перекур. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова